Какая возможность побывать на настоящих раскопках. Вон весь дымится. Как не дождь, так ветер встречный. Есть чем бороться. Ох и трясет. Это львом. Ну как? Сорвало там что-то или резьбу сорвало, не знаю. Вот какая проблема. Крутится внутри. Так, Коля, Коля, под баянчик. Под баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь. Дай, Вадим, рука. Давай. Хорошо, у тебя пути. Я тебе отправлю. Пока. Тучи хмурятся. Сегодня 2 августа. Я отправляюсь во Львов. С Ивана Франковской. В Ивана Франковске провел один день и две ночи. Ночевал у своих хороших друзей. Димы и Иры. Они такие гостеприимные хозяева. Я очень рад был с ними встретиться и пообщаться. Ну а сейчас дальше в путь за новыми приключениями. А я только что выехал из города. И начинает капать дождь. Хотя по прогнозу и обещали, до первой половины дня будет дождь. Но может быть мне повезет и я выйду с этой зоны дождя. Выехал в коблотных тапочках. Пришлось вернуться за своими любимыми. Ну лишних 3 километра намотал. А, не 3. Еще сейчас. Проеду где-то 4,5 километра. Львов 135 километров. Проехал по дождю первых 19 километров по трассе. Машины когда близко проезжают, они такие большие, за ним шлейх воды тянется. Вот это единственная неприятность. Проезжаю, написано в музее энтографии. Правильно? Энтографии, да. Какой-то якорь. А дедушка такой колоритный. Хе-хе-хе. Сынки такие. Прикольные. Подписано Авди. Мне так кажется, тут когда-то был вход вон туда. И там смотровая площадка. Что-то оно или не действующее, а лишь это переделывало. А есть о чем? Большой памятник. Меч торчит. Дождь теплый. В принципе, мне не холодно хорошо. Хотя, конечно, я промок. Но ветра нет. И поэтому не продувало. Галич. Съехал я с трассы, заеду в Галич. Природный парк. Жаль, что погода плохая. Это Галич. Вид с горы. Ох, а там место красивое. Вон река и остров. Сейчас надо посмотреть на карте. А вот здесь, на этой горе, стоит он, деревянный замок. И открыто можно, наверное, сходить. Это всего лишь дзвенитя. То есть, там должны колоколы висеть. Их нет уж. Вот он, вход в Галичский замок. Ну, пошли и зайдем. Что-то мне вспоминается, я был уже здесь. Причем, с лесей был. Смотрите, здесь ведутся раскопки. Древних стен. Накрыто все. От дождя, сливы даже есть. Да, но в такую погоду сюда никто не придет. Что-то он разрушенный везде. Фотки только разрушенного здания. По сравнению с тем, что мы здесь были раньше, здесь все облагородили. Асфальтик проложили. Всякие плакатики есть. Вход, правда, платный сделали. Но сейчас никого нет. Сейчас только 8 утра. Будний день. И вообще пусто. Тут и туалет есть. Построили. Короче, сделали туристическое место. Немного там отреставрировали это здание. Часть стены оставили старой. А часть отреставрировали здание, чтобы было видно, как оно выглядело раньше. Мы когда приезжали, только начинали реставрировать. А сейчас я смотрю. Ну вот, да. Да, мы тут были с Лисе. Этот кусочек был отреставрированный почти. Так оно и осталось. Пойдем посмотрим, что тут поставили. Это какая-то камня-металка. Пушки декоративные. Ой, ну это вообще примитивное что-то. Ну да. Могли быть покрасившести. Ну и всякие зоны для фотографий. Сейчас это самое популярное. Вот. Типа рамочка. И Галицкий замок написано. И вид на Галич. Ну сюда, наверное, свадьбы приезжают сюда рафироваться. Ну вот такая вот зона. Ну и есть макет этого замка. Таким он, по крайней мере, был когда-то. Да. Приличным размером. А вот тут озеро было. Хе-хе-хе. Какая возможность побывать на настоящих раскопках. Походить по древности. Походить по древности. Она шестиугольная, это как печь старинная, но и сирена завыла, опять раздушная тревога. Заблудился немножко в городе. Телефон в карман положил и по карте не смотрел, немножко круг навернул, но зато яблок набрал. Так, король Данила Галицкий. Вот Данила. Тут есть пешеходный мост, сейчас поедем по нему. Да это старинный какой-то железнодорожный, похоже. Данила Галицкий. Река Днестр. Опять я ее переехал и еду во Львово. Даже не знаю, я еще с ней встретишься или нет, но уже не первый раз мы с ней встречаемся. Бурштинская ТЭС. Теплоэлектростанция. Вон дымит как. Бурштинская. Ух, работает. Вон весь дымится. О, электроподстанция такая. Честно сказать, достал уже этот дождь. Облажной. Все время льет. То сильнее, то слабее. Сейчас сильно льет. Заехал на заправку. Там есть удобные места для посетителей. Посижу немножко. Я так понял, что мне нужно хорошую мембранную куску для таких путешествий, которые у меня нет. У меня есть штурмовка. Она когда-то была водонепроницаемая, но сейчас она уже потеряла свой свойство внутри. Гидроскопический гидроскопический осыпался. И она просто является ветрозащитой. А мне нужна водная защита. И мембранная куска была бы чистой. Поэтому я хочу заехать в магазин Гарганов. Померить, посмотреть, что-нибудь есть, можно сразу купить. Бурштин. Вот я и в городе. Дождь немного меньше стала. Если бы так он шел, то было бы нормально. А когда он сильно идет, конечно, неприятно. Видны просветы в облаках. Проехал. Рогатин. И знак как рогатка. Центр рогатина. И вот чудо. Закончится дождь. 11 часов ровно. Может еще, конечно, покапать. И дождь опять пошел. Памятник Роксолани. Настя Лисовська. Ее настоящее имя. Украинка. А сколько дел навертело в Османской империи. Купил только что булочки. Спрашиваю, замерз ли я. Ну да, немного, да. Замерз чуть-чуть. Сейчас перекушу дальше поеду. Только что разговаривал с Львовом. Дождь у них кончился. И у меня тут кончился в Рогатине. Вон просветы какие хорошие. Булочку я скушал. Запил кефирчиком. И стало радостнее на душе. Теперь до Львова доеду. Это же совсем другое дело. И видно все. Ветер только дует теперь в лицо. 10% подъем. Я сейчас буду на горе. Начинается бугристая местность. Дорога, естественно, будет вверх-вниз, вверх-вниз. Еду за трактором. Жаль свернуть. Теперь самому против ветра бороться. Как не дождь, так и ветер встречный. Но есть чем бороться. Смотрите, как малину выращивает. Как здоровая она тут. Промышленная какая. О, попробуем несколько штучек. Классно. Здоровая пока. Она просто огромная. Веселые горки. А вот она пшеница. Уже поспила. Уже поспила. Уже поспила. Пшеница. В Львии. 40 км. Какие слюзы здоровенные. вот эта картина бампера с разных машин разобранные целое поле вот и сто километров село биберка как смело переходит с понятой головой сейчас туча зацепает у той штырь и снова дождь пида а а а а а въехал в город сразу появилась велодорожка ну почему в харькове так не сделать а отделили от полосу и все это велодорожка кстати она и в той стороны есть в обратную сторону хотя машин по одной полосе всю ох и трясет это львом вам а не хухар и мухарь по городу столько курьеров доставщиков мотается а мухарьков гораздо меньше вела полиция вот большой памятник и скульптура вот маленькая вот это для чего ответ кроется вот здесь для того чтобы слепые могли увидеть этот памятник потрогая руками о а Написано мистер арбитриум, не стесняйся. Магазин Гаргана. Пойдем посмотрим одежду. Турбат, это вообще как будто легкий, это просто воздушный. Это пуховичок, дождевичок, тоже дождевичок. Дождевичок. Ну как, дождевичок. Турбат, конечно, нравится. 11000 ст. Потому что полегче, она красная, она дешевле в два раза. Но при этом на шлем не налезет. Вот, сходил на экскурсию, на примерочную Гаргану. Теперь я знаю, что им нужен размер XL. Вот, посмотрел разные модели, померял. Ну, все, кажется, чего-то не хватает в этих моделях. Смотрите, какие тут тормоза. Они параллельно подходят к этому самому Кобалу. Вот за счет этого штука. Да, тут классное место, нужно скупнуться. Водичка. О, вода ледяная, конечно. Ну, это с родняка. Еще одна купальня. Поднимался наверх. И что случилось? Стало прокручиваться вот. Сорвало там что-то или резьбу сорвало. Не знаю, что. Сюда перчетка работает, а сюда прокручивается. Недалеко от купальни мы тут на площадку нашли. На этой площадке будем сейчас... Ну, тут и палатку, наверное, поставлю. Буду ночевать. Деваться просто некуда. На велосипеде никуда уже не поедешь. Куда я хотел. Тем более, вода тут есть. Можно и покупаться, в принципе, в этом... В источнике, хотя холодная. Так что сейчас распрягаем коня. И будем смотреть, что у него с колесом. Интересно то, что втулку и кассету поставили новую перед поездкой. А тут, получается, сейчас он проворачивается в одну сторону, а в другую ищет. Мои бешеные мышцы рвут все барабаны и втулки. Не выдерживают нагрузки. Так бывает. Уже не первая, а уже третья получается. Надо какие-то специфические новые или усиленные ставить. Потому что обычные, которые у людей ходят годами. У меня за две тысячи километров... За две двести километров порвал. Еще сейчас раскрутим и увидим, что там произошло. Открутить без квеста не получается. И нужно ключ мощный. В мастерской мне, получается, эту гайку хорошо затянули ключом. В результате я не могу ее сорвать простыми способами, которые я обычно это делаю. Поэтому мой товарищ Андрей, с которым мы уже несколько раз встречались во Львове, он любитель, тоже велосипедист. И мой подписчик. И он сейчас поехал с дому привезти инструмент. Хлыст и хороший ключ. Попробуем сорвать и посмотреть, что там действительно произошло. Вот. А там будет видно. Сейчас я готовлю кушать, чтобы поужинать. Потому что я еще не ужинал. Да, и с Андреем надо посидеть, пообщаться. А в 9 часов приедет Миша, мой друг, которого вы видели в прошлой поездке. Сейчас он живет где-то тут рядом. И он в 9 часов обещал на машине подъехать и забрать меня к себе. Там буду у него ночевать. Но... Ну а завтра будем решать, что дальше делать. Или втулку менять, или что-то еще. Я и не знаю еще, что там случилось. Может быть там просто собачки заляли. Интересно здесь бревно. Кто-то спилял специально под прямым углом такие площадки. Здесь вот площадка есть, здесь и здесь. И как раз удобно, как стол получился. Сейчас вода закипит. И я залью пюре картофельным. А к пюре мне есть все необходимое. Колбаска, хлебушек и пиво. Место где я остановился облюбовали собачники. Они тут по очереди приходят с собаками. И они тут бегают резвятся на этой лужайке. Колбаса Глобинска. Магда колбасу учуяла. Сижу и думаю. Хорошо, что это случилось во Львове. Где у меня есть и друзья, и товарищи. И есть кому помочь. А как-то да, я колесо тоже начало прокручиваться. Барабан начал прокручиваться. Мне пришлось еще пешком. На Бегавелле пришлось 26 километров бежать. А потом еще ждать с Харькова посылки. Ну в принципе здесь сейчас выясним тоже. У меня дома точно такая же втулка есть. Та, которая стояла до этого здесь. В принципе могут мне прислать ее. Придется день подождать. Привез Андрей хлыстый ключ. И мы сорвали. Вот откручиваются от руки. Сейчас уже теперь можно это дело снять. Тут лишние звездочки. Вот так вот. Вот она крутится в эту сторону. Которая не должна быть. А дальше надо вот это надо откручивать как-то. Ну давай пробуй. Открутили эту гайку. Сейчас вот снимается барабан здесь просто. Вот он барабан. Ну и чего ему надо. Барабан тут целый. Смотри. Шесть сугаликов. Обалдеть. Они работают? Они живые? Сугалики? Смотри. Смотри. Чего оно сорвало? Вот какая проблема. Крутится внутри. Вот. Да. Там должна быть резьба. И она до упора должна быть закручена. В результате она просто прокручивается. И в одну сторону, и в другую. Если оно закручивается, выкрутить и на суперклей посадить. Будет одноразово. Бачите, да? Бачу, бачу. Залазьте. Сегодня тут кино изнимают. Попрощайтесь. О! 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 Ты еще и меня снимать будешь? Ну давай, давай. Ой! Встретил меня Мишка. Циловатись а не будем. Только углеватись. Так. Ну что? Все, еще погружаемся и... И погружаемся. А нам еще ехать с полгода. Да? Ну, это ж в село. В село? Ты думаешь, я тут межский мешканец, а? Щирець. Щирець. Направляйтесь на восток. Затем поверните направо. Андрей. Готоварь. Ну и все, а нам не нравится. Я тебяラмпану. Попробуйте. У меня цирка. Второй. Попробуйте. Я тебя differences. Субтитры подогнал «Симон»!